Ну что, собственно, как говорится, до конференции к последнему докладчику не наеду больше всего. Ну что, для начала чуть-чуть подвигаемся, мы о том совсем заслыли. Ну, давай. Мы специально не готовились. Собственно говоря, что у вас? Обычная восьмерочка. Вот она. Восьмерочка такая, восьмерочка такая. И вот так она используется. Восьмерочка такая, она используется так. А восьмерочка такая, она используется так. Ну, на самом деле, необытым хотелось сказать, что приехал как-то в одну школу, в городе шить ажуан. Вот. Взял там вот так вот палочку и начал делать примерно вот такую вещь. Подошел китайский товарищ, посмотрел на меня, хмыкнул, взял палочку и начал делать. В чем, собственно, суть? Если мы используем внешнюю кинематику, то да-да, нужно делать так, как делал китайский товарищ. Но самое смешное в том, что он делал вроде как тайзишные движения. А в чем все тайзишного движения? А сколько она используется? Ну, в ней перебираем? Да. Разрешите. Что так, что было? Получше, ну, думаю. Там немножко другое. Там движение, оно как-то делится на три фазы. Вот первая фаза, они все сливаются, но первая фаза, она вот она. Раз, десятьевое движение, и дальше они сработают. Дальше у меня, у него образное движение, сопротивление. Что я делаю? Я исчезаю, вот так могу. Я исчезаю. Вот здесь вот. Вот. Та самая сила левого уходит туда. Сюда она уходит. Под мою заднюю ногу. А уже потом, третья, а оттуда я ему добиваю. На самом деле, вещь удивительная простая, с которой сталкивался любой человек, который на даче или где-нибудь еще там в квартире мутил шашлыки. Берется кусок мяса. Первое движение вы накалываете, пробиваете оболочку. Второе движение вы накалываете, а вы даете кусок мяса, а деться, и третьим доводите его до финала. Вот так используются внутренние кинематики. Вот тут самая дырка. Сейчас помните, конечно. Вот. Еще забавная вещь. Недавно смотрел я никого окиновского мастера, который рассказывал про окиновское каратэ. И показывал вам две специфические кинематики. Первое, это небезызвестный год который непонятно делал оттуда. Второе, это вот такой подпиф вот он такой подпиф который потом убил удар. посмотрел это понял первое ни хрена японцы не поняли. Второе ничего им до конца китайцы не дали. Третье и не дадут. Вот почему куча японских мастеров дорастя до первых данных ездят по Китаю ищут впечатлений но она никогда не найдет. Но это другое. Почему не найдет это уже другое дело. Что это такое? И почему я об этом попал? Потому что во том же самом Тайзи есть движение такое только оно не делается на первое движение вот это вот вот это как называемое длинное движение если попытаться сделать его на первом ударе который вас пробивает который вас выводит на вторую удар который вас будут пробивать а в первом движении всегда практически всегда первое и второе движение вас выводит на дистанцию реального приема то есть боксе пам или там каратист или там какой-нибудь борец раз а потом уже два но не с первого движения вас выводит первое движение на дистанцию реального приема потому что в любой технике есть та дистанция на которой это работает то есть если например он меня бьет да вот здесь он меня пробьет вот здесь он меня уже не пробьет но и вот здесь он меня не пробьет тоже поэтому варианты защиты есть какие либо я уа как это называется либо я разрываю дистанцию что не очень хорошо либо я разрываю дистанцию другие методы вот такие здесь правда опасность в том что можно раз два три движения но есть и другой вариант вот такой возвращаемся вот это вот движение вот это вот делать первое оно не может быть первое движение это движение раз и второе и третье движение это вот оттуда и со спины и движение не прямое и не боковое а движение сверху вот когда под него раз-два вот я туда-воззад причем под рога пойдет одновременно я его пробиваю и второе вот это замечательная вещь вот это якобы то же самое если вы пытаетесь это на любой день сделать первое вы получите его однозначно и второе вот это вот вот вещь состоит из большого хориста косточек как бы вот вот куда наносится удар в человека сюда 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 мягкое сюда мягкое потому почему же вот эти мы должны наносить удар в жесткое для того чтобы стать инвалидами это не подвиг совершенно другая вещь как происходит защита в том же самом знаете голову вверх прямой вот что это такое а вот что это такое вот я делаю раз ланчевый вот 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 не прошло не прошло он убирает руку вот что такое это никакой не подвиг это движение в шею в горло оно выполняется исключительно в два места в пах в пах в пах в пах в пах движение наполняется вот так вот сразу или сюда или сюда или сюда в одной в одну точечную пах оба движения оба движения могут взлетать это надо понимать ну а здесь понятно что заключены удары во всех так называемых боях без правил почему потому и заключены что убить можно человека вот может ли это быть плохо может если вот он делает движение если он делает движение вот это он делает движение которое вверху в руке тогда я делаю вот это вот 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 двигатель как бы он ни двигал рукой и сюда я все равно тебе голову защищу а если у него лопать опущен движение идет вот тогда да тогда это может быть сразу уже своего рода плохо не плохо точнее а еще медленно раз вот раз ой вот ну вот собственно а что еще хочу сказать как театр театр начинается с тяжелки так выполнение форм начинается сначала как это не банально значит о двух вещах хочу сказать очень часто можно видеть вот такое движение ну я мутрирую вот вот такое в чем причина такого движения почему оно неправильно это движение из ноги в ногу всегда идет по внутренней стороне бедра через точку у е поэтому движение оно идет вот такое вот раз все я здесь пустую ногу выставил и перейдем это раз два движение оно на самом деле внешнее движение вторичное вот я встал сейчас покажу пошел без раз два сейчас попробуем доказать внутрь палубки я встаю я встаю раз встаю раз два взгляд ушел взгляд ушел приподнялся вернулся нужно тянуть подбородку не нужно втягивать надо втягивать подбородку взгляд ушел приподнялся вернулся Вернулся. И пойду его столкать, а то я поставил. Это раз. Следующее движение. Вот он пошел. Раз. Спиной специально вставил. Раз. Оно ушло туда. Два. Пустая нога. И три. Я его вытянул обратно. Весоса поделился. Так. И два слова. Раз. Все, я вам сейчас заканчиваю. Почему я пришел сегодня сюда? Потому что я начинал пойти заниматься с Сергеем Владимировичем. Потому что двое моих сыновей занимались у него ушел. Потому что когда я работал уже в Пекине, он приезжал ко мне на неделю. И ездил ко мне на учителю, то он приезжал ко мне на здоровье и доступе решить ему 90 лет. Вот. И короче, с этим человеком у меня достаточно много связи. Поэтому мы еще поговорим. Спасибо большое.